Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Волкова. Новости Кировской области. И в тот же день состоялась торжественная церемония вручения литературной премии имени Александра Грина. Ее лауреатом стал молдавский детский писатель Спиридон Вангели, автор знаменитой книги «Приключения Гугуцы». Иван Швецов подробнее. О своем творчестве Спиридон Вангели, молдавский детский писатель, создатель таких замечательных персонажей, как мальчики Чуба и Гугуцы из села Трикозленка, говорит так. Писать для детей очень трудно. Нужно подняться до высоты детской гениальности. У детского писателя нет права на ошибку. Автор удостоен множества наград и премий, как на родине, так и за ее пределами. А сегодня заслуги детского писателя перед мировой литературой отметили и в Кирове. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Капинов Степанович, Ваш класс развития детской генературы сложно предоценивать. Ваш труд отмечен высокими государственными наградами. Я рад, что у Вас к этим государственным наградам добавляется еще и наша литературная премия имени Александра Степановича Грина. Мы очень хотим, чтобы эта премия, которая у Вас сегодня отвечает, вдохновляла Вас с вполне нормальными настроениями на дальнейшую деятельность. Чтобы Вы были таким же агромистичным и модерем, и обязательно продолжали свою работу в обязательском области. Губернатор подчеркнул, что отныне день вручения премии Александра Грина будет считаться еще и днем романтиков. Этот праздник будет отмечаться в ближайший выходной, а виновник торжества отправился в библиотеку имени Альберта Лиханова, где в камерной и дружественной обстановке поговорил с читателями. Автор детских рассказов недавно пережил глубокую утрату, погиб его сын, прототип того самого главного героя – Гугуце. Спиридон Степанович 4 года не выезжал из Кишинева. Вятка – первая дальняя поездка за последнее время. Город, он мне очень понравился. Вятка здесь рядом, это большая радость, что такая века рядом здесь. И прекрасный воздух, прекрасные люди. Я очень рад, что приехал, хотя долго сомневался, думал, что не смогу приехать в таком возрасте. Спасибо за эту встречу, спасибо за премию. Долгое время в России рассказы в Ангеле не переиздавались. Даже у букинистов найти было трудно и дорого. Однако недавно издатели детской литературы исправили эту досадную ошибку. И в подарок к кировским библиотекам автор привез свежепереизданную книгу «Чуба из села Туртурика». В этой книге, как и во всех рассказах в Ангеле, много любви, терпения и вселенской мудрости. Престиж любой литературной премии напрямую связан с качеством литературы своих номинантов. И в этом отношении литературная премия Александра Грина год от года подтверждает реноме одной из самых почетных в России. В Нововятском районе города Кирова отметили День воздушного флота. На площадке у Дома культуры России желающие смогли принять участие в развлекательной программе. Ансамбль «Аказия» в Нововятске знают и любят давно. Гармонисты выступают на всех концертах. Даже несмотря на то, что одного из участников на этот раз отпустили в увольнительную. Причина – уважительная свадьба у родственника. Но отсутствие товарища не помеха. Сыграть и один может за троих, шутят артисты. А вот Сергей Блинов на этой площадке выступает впервые. Сотрудники Дома культуры услышали его на дне рождения поселка Радужный и пригласили на свой концерт. Я хотел бы с удовольствием спеть про летчиков, но про летчиков я в своем репертуаре ничего не нашел. Поэтому песня будет о любви к родине. Потому что любой летчик, так же как и моряк, и танкист, и десантник, да кто бы ни был, все любят родину. Все мы здесь живем. Сергей выступать начал недавно, признается, что очень волнуется. Но зрителям это совсем незаметно. Дедовы медали за Берлин и за Прагу и весенний праздничный залюк. Концертно-развлекательную программу организаторы назвали «А я летчика люблю» и посвятили Дню Воздушного флота России. И пусть не все концертные номера были об авиаторах, зато зрители узнали и об истории праздника, и о первых летательных аппаратах. Самые эрудированные даже смогли ответить на непростые вопросы о типах и параметрах воздушных судов. Подобные праздники для нововятичей уже не в новинку. Практически каждую неделю у нас проходят здесь концерты. Стараемся делать в летнее время, где-то по пятницам вечером. Детские программы также проходят у нас в среде недели, тоже где-то после шести часов. А значит у Дома культуры России еще не раз будут собираться взрослые и дети, чтобы отдохнуть и послушать любимые песни. Ансамбли «Ветерок» и «Вятский сувенир» Дворца культуры «Космос» приняли участие в первом международном конкурсе фестиваля хореографического искусства «Роза-обзора», который проходил в Болгарии. И главный приз фестиваля получил Кировский ансамбль народного танца «Вятский сувенир». К поездке в Болгарию 34 кировских танцора готовились полгода. Подростки и молодежь выступали в двух номинациях – народный танец и малые формы хореографии. В последней кировчане представили дуэты и оказались в этом жанре чуть ли не единственными. Малые формы танцуют дети, которые наиболее яркие, наиболее одаренные, что ли. Те, которые могут себя показать именно в сольном танце, в дуэтном танце. Даша Исупова на фестивале «Розы-обзора» танцевала в дуэте. Танцами она занимается уже 8 лет и, конечно же, любит ездить в другие города на фестивали и конкурсы. Это танцевальный опыт. Конкурсы всегда помогают в дальнейшем в хореографии. Посмотреть на другие коллективы, кто на каком уровне занимается. Подготовка к фестивалю была долгая и упорная, но труды ребят были вознаграждены главным призом, а также теплотой и бурными аплодисментами зрителей. Во всех номинациях кировчане получили дипломы лауреата в первой степени. Главный приз – гран-при – получили старшие ребята из ансамбля «Вятский сувенир». Город начинается с тебя. Так называется экологический проект Порошинского дома культуры. На неделе агитбригада «Дневной дозор» побывала во дворе дома «Нащерса-21». Подробнее Валентина Палкина. Детская площадка в этом дворе появилась совсем недавно. Сейчас здесь есть место для игр и самым маленьким, и ребятам постарше. Экологическая агитбригада из Порошинского дома культуры выезжает именно в такие дворы, где детские площадки только что оборудовали. Самое главное, чтобы они оставались как новенькие и дальше. А дети, привыкнув считать двор своим, будут соблюдать чистоту и в городе, и на природе. Некоторые дети не слушаются из других домов. Все что, они приходят и бросают? Да, конфеты, кукурузу, лапшу. А вы что делаете? Мы говорим им не делать, ну не бордачьте, а они не слушаются нас, их делать по-своему. Ребята принимали самое активное участие в обустройстве площадки. Красили, делали игрушки, помогали сажать цветы. И сейчас они чувствуют себя полноправными хозяевами во дворе. Их уже не нужно убеждать в том, что город начинается с тебя. Именно так называется проект экологического просвещения, который реализует Дом культуры села Порошин. Агитбригада выступит еще в пяти кировских дворах. А затем экологический десант высадится в скверах и парках города. Мы выезжаем, агитируем людей, которые находятся на этой же территории, музыкальное оформление. Опять же у нас какие-то, может быть, конкурсы, игры такие мы сделаем, акции проведем. Ну и заодно еще и приверем территорию. Конечно, у нас еще цель берег реки бы взять какую-нибудь. Ну вот еще пока думаем, чтобы тоже его очистить. А заключительным этапом проекта станет конкурс рисунков и плакатов на экологическую тему. Напомним, что наша программа выходит при поддержке Управления культуры администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале Россия Культура и Россия 24. Управления культуры администрации города Кирова.